С учетом того, что агитация была еще до решения Конституционного суда, конечно... И решение было принято до решения Конституционного суда. Но консультации продолжаются, что самое интересное. Консультации президента с гражданским обществом, с политикой. У нас всегда все в стране, к сожалению, происходит наоборот. Этот референдум мне напоминает, вернее, как они его инициировали, как собираются организовать. Это то же самое, как большинство граждан нашей страны, те, кто нас смотрит в прямом эфире, думаю, с этим согласятся. Они часто откладывают свою жизнь на потом. Вот устроюсь на работу, потом заживу. А вот купим машину, вот тогда заживем. А вот купим там квартиру, вот тогда заживем. А похороним тещу, вообще там устроим, там порвем три боя. И вот этот референдум, это то же самое. Почему? Потому что, во-первых, у нас почему-то в стране происходит консультация после того, как было объявлено и принято решение. То есть, я считаю, что самая большая ошибка Майя Сану в том, что она не пригласила все партии, абсолютно все. И сказал, ребят, вот тут есть те, кто с 2014 года продвигает идею референдума, что его нужно будет разно или поздно проводить. Так, социалисты, вы такое говорили, что да? Стал бы додон там или кто-то не сказал бы, да, говорили. Так, усатый, ты говорил про референдум, что люди должны решать, а вы политики, слуги народа. Как решит народ, так и будем жить. Говорит, да, говорю. Там, вы там все... Говорит, так, тогда я вот предлагаю коллективно принять решение, провести референдум. Вы уже сами принимаете решение, кто его... И вот тогда, поверьте бы, все партии, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все партии были бы вовлечены в этот процесс. А сегодня не то, что не вовлечены оппозиционные партии, сегодня даже те, которых они считают своими партнерами, там, по будущей коалиции в парламенте, это партии, которые заявляют о том, что они проевропейские. Некоторые такие, на самом деле, я бы сказал, являются даже какие-то мелкие. Но пока партнерских позиций не замечено. Да, то есть даже они говорят, они в студии разных каналов говорят о том, что мы за Европу, только Европа спасет Молдову, ничего не надо делать, мы там страна бездельников, там блочников, мы вот пойдем в Европу, они за нас вершат. Но за столами и в рекламных паузах, журналистам на улице они говорят, эй, Майя инициировала, мы все, что дураки поддерживать, это она для своих президентских. То есть это говорят все. Вот тут, я бы сказал, позиция у всех солидарная.